Музыка Известный музыкант, владеющий виртуозной игрой на варганном инструменте Ольга Подлужная, не только великолепно играет на хамусе, но и сочиняет стихи, посвященные этому великолепному инструменту. Сегодня она присоединилась к акции Яся, приуроченной к году литературы. С какого времени вы стали писать стихи? Это было предновогоднее время. Мне было 7 лет, я только пошла в первый класс. Мы с мамой чистили картошку, как бы это тривиально ни звучало. И я говорю, мама, мама, я хочу написать стихотворение. То есть у меня внутри осенило, как удар молнии. И вот я все бросила и побежала с этими руками в картошке и начала писать свое первое стихотворение. Оно было на тему Нового года, но было необычным содержанием в том плане, что стихотворение было про Новый год в море. И, видимо, на каком-то подсознательном уровне мой любимый мультик на то время был «Ариэль» про русалочку. И вот я совместила это предпраздничное настроение и море. Вот эту тематику стихотворения получилось на удивление складным. И мама удивилась, что я в 7 лет уже так хорошо рифмую. Ну, она меня, конечно, похвалила. И, наверное, это был первый такой стимул, чтобы писать дальше. Я, конечно, черпаю свое вдохновение из музыки, наверное. Сначала в душе, как-то в глубине головы звучит какая-то мелодия, звучит ритм, ритм стиха. И потом уже на этот ритм я кладу слова. Я подбираю, подбираю, рифмую. Но обычно над стихами я никогда не мучаюсь, они выходят одним дыханием. Я не могу точно сказать, сколько у меня стихотворений. Я еще не систематизировала, хотя вчера уже схватила свою книгу амбарную. Это действительно такая амбарная книга, и в ней написаны все мои стихи, запечатлены. Ну, порядка ста стихотворений, наверное, есть, если учитывать с самого детства. Вот самые такие смешные детские стишки. Один способ, который мы можем оставить след о себе, сделать вклад в культуру, это запечатлеть свое творчество, вложить в свою душу. Поэтому сейчас я стараюсь записывать всю музыку, которую пишу. И также хотелось бы выпустить сборник стихотворений, чтобы моим потомкам остались на память обо мне. И, ну, таким образом продлить свою жизнь на этой планете даже после физического тела. Безусловно, я считаю, что литература — это и есть основополагающий, самый главный фактор, наверное, ключевой для развития мышления, для развития речи. Потому что только читая книги, красивую литературу, неважно, что это будет, фантастика или это будут какие-то труды по психологии, ты формируешь свой словарный запас, ты становишься мудрее, ты терпаешь какой-то опыт, ты развиваешь свою фантазию. То есть я считаю, что чтение — это неотъемлемая часть современного воспитания, и ни в коем случае это не должно уходить на задний план. Все эти компьютеры, гаджеты, интернет — это всё, конечно, замечательно, но ничто это никогда не заменит. Живую книгу, слово которой, читая внутри вот этой книги, оно оживает у тебя на глазах, оно делает тебя лучше, оно делает тебя красивей, честнее, добрее. Ты пой, хамус, пусть сердце стук в твоих вибрациях танцует, пускай тепло изящных рук твою мелодию рисует. Возьму тебя в свои ладони, губам горячим приложу, и легким вдохом мир гармонии в одну секунду разбужу. Ты пой в ночи сиянием лунным, играй на струнах диких трав, звучи реки потоком шумным, весь мир в себя за миг впитав. Ты покажи мне цвет весенний, ты нарисуй мне лето зной, и буйство красок в день осенний, и дивный снега блеск зимой. Ты пой, хамус, и ты узнаешь, что там в душе моей творится. Ты и тревожишь, и ласкаешь, паря крылами синей птицы. И мы взлетим под небосводы, в сиянье звезд утонем смело. Благословением природы струна хамуса мир воспела. Симурса Му Disk Speaking Симурс 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...